Всем привет! Меня зовут Таня. Я очень рада, что вы вновь на моем канале. Ну что, девочки, влог начинаю вот в таком виде. Решила покрасить челку. У меня тут небольшая акустика, поэтому, может быть, вам заметно, может быть, нет. Ремонт продолжается. И я решила показать потом, уже до и после, в отдельном ролике. Короче, соберут эти маленькие ролики, что и как делала. Не буду уже вставлять. Вот. Ну, сейчас стены, по крайней мере, у меня тут голые, бетонные. Вот. Выбираю фотообои. Короче, хочу фотообои. Так, у меня тут света нет. Сейчас. Вот. За окном сегодня пасмурно и все, уже наступили холода. И решила я ремонт ремонта мочелку покрасить. У меня оставалось тут целый порошок и еще половинка. И все закончила. Трешку эстельюскую. Все больше нету. Вот. Намазала челку треугольником, как обычно. И вот эти я выпустила. И расчесочкой сделала вот такой небольшой зигзаг, чтобы потом они вот так плавно уходили и там смотрелись вот так уже, ну, как бы, волнами такими. Вот. Еще какие новости. Сейчас разбирала сумку свою парикмахерскую. И там, оказывается, у меня столько много красок всяких разных, каких я только не перепробовала. Сейчас вам покажу. Вот. Целый мешок всяких красок. В основном это капус, потому что капус, во-первых, у капус хорошее качество красок. И, как бы, и разные серии есть. Единственный такой момент, что кто красится капусом, серая серия такая есть. То есть, серая упаковка и серый тюбик для блондинок уходит в затемнение. Вот какой бы цвет я не брала, именно вот этой серой серии, она вся уходит в затемнение. Я не знаю, с чем это связано. Уже на разных оксидах пробовала красить. По крайней мере, у меня. Ну, раз у меня уходит на затемнение, на других людях я не стала экспериментировать. Это мало ли что. Вот. Сейчас вам покажу краски, которые остались. И кто красился такими красками, напишите мне, устраивает вас эта краска или нет. Как бы, и кто последнее время покупал. Потому что у меня эти краски куплены где-то, ну, год, наверное. Ну, в течение года, может быть, двух. Потому что, когда краска плотно закрыта, она, я считаю, что она не портится. Потому что, когда бы я ее не брала. Потому что, если мне нужно, допустим, сантиметр, ну, как бы, не выкидывать же краску потом, правильно? Она у меня всегда лежит. Еще мне тут раз девочки писали, когда я показывала дезодоранты, мне советовали дезодоранты вот эти... Кристалл. То есть, я нашла. У меня есть такие дезодоранты. Вот такой кокосовый у меня есть. Кристаллический. То есть, вот так его открываете. Вот такой беленький, да? Камень называется. Кристалл камень. И вот такой большой. Тоже есть вот такой розовый. Я, если честно, до конца не понимаю, как им пользоваться. Напишите мне, как им пользоваться. Потому что многие говорили, что вот, да, намочить кончик в воде и интенсивно нанести на чистую кожу. Я и так, и сяк. Почему мы пользуемся дезодорантом? Некоторые-то любят сам вот этот аромат, да, дезодоранта, как бы, на себе. Я тоже люблю запах. Некоторые не любят. И вот эти стики, они же не дают запаха. То есть, они просто защищают вас от запаха пота, да, и от выделения пота в дальнейшем. Ну, как бы, а запаха-то они не дают. Но напишите, кто как пользуется. Может быть, есть какой-то лайфхак использования. Вот. И потом, значит, сейчас покажу вам, какая краска осталась. И я даже не знаю, если честно, чем буду тонировать. Посмотрим, какой цвет получится. Из этого уже будем выходить. Вот эту маску, кстати, покупала Magnit Cosmetic. Мне так она понравилась. Pink Clay. Это у нас маска для лица. Розовая глина и шиповник от Кафе Мими. Такая фиолетовая. И касаемо фиолетового цвета еще, кстати. Сейчас вам покажу. У меня давно лежит вот такая футболка. Я даже не знаю, футболка, бруска и так далее. В общем, она такая помятая. Она непонятной формы. Вот. Ну, в общем, вот такого цвета. Я все никак не могла. Она без рукавов. И я хотела какие-нибудь к ней красивые рукава. И тут я захожу в фикс прайс. И что я вижу? Точно такого же цвета. Юбка. То есть, это женская юбка. Я взяла самый большой размер. 46-й. Естественно, не как юбку. Потому что мне нужна как раз вот эта сеточка сама. Я хочу сделать вот такие пышные вот к этой футболке рукава. Вот такие. К баланчикам на резиночке. Посмотрим. И здесь причем сетка еще даже... То есть, их две здесь сетки. Она не одна, а их две. Вот. Как раз будет огромный пышный рукав. Красивый. И второй огромный пышный рукав. И здесь еще подклад. Ну, подклад, он уже весь закоцан. И, знаете, в таких зацеплялках. А вот эта юбка, кто, девочки, переделает какие-то детские вещи. Скоро праздники, Новый год и так далее. Если вам нужна вот такая сеточка. Потому что вот эта сеточка, она сейчас и на шеин, и бонприкс. То есть, вот эта сетка вставляется в различные блузки, в различные кофты. И кофты стоят немало. Так что имейте в виду, что вот эта сетка очень хорошо подойдет на какие-то переделки. Если вам нужна какая-то вставка, вшивка, там сделать прозрачную спину или еще так далее. Так что имейте в виду, что в различные расцветки есть фиолетовая. Есть красивый такой коричневый цвет, холодный. Знаете, такой кофе с молоком. Очень красивый. Мне понравился, но мне никуда его не пришить. А вот этот фиолетовый, как бы мне нужен как раз вот к этой футболке на переделку. И вообще, обращайте внимание, знаете, я обратил внимание, что там именно вот для переделок очень много всяких вариантов. Как вещь, ты не оденешь эту вещь, потому что эта вещь, ну, что попало, так скажем прямо, да. А вот именно, если ты ее переделываешь или куда-то что-то вставляешь, какой-то элемент, кто занимается. Знаете, из кусочка все время забываю это слово. Кто шьет, то там много вот таких всяко-разных вещей, которые можно переделать. Так что обратите это внимание. Сейчас покажу вам краски, которые у меня остались. И пишите мне в комментариях, кто пользовался каким цветом и устроил ли вы цветы, на каком оксиде вы делали и на какой цвет. Так что, девочки, не просто пишите, допустим, я использовал эту краску, а пишите, какой тон у вас был и на какой тон вы красили это, и какой цвет у вас получился. Я буду очень ждать ваших комментариев. Так, ну вот, разложила краски, которые есть. Давайте я начну с дорогой. Это дорогая краска, без аммиака. Вот такая фирма. У меня цвет 10-6. Так, 10-6, это у нас кто? Очень-очень светлый блондин перламутров. Но, когда я нанесла эту краску, я после неё была просто серо-грязная. Всё делала по плану. Этот оксид брала, то есть, это мне девушка посоветовала. По раскладке мы посмотрели в магазине. Я уже не помню, в каком магазине я брала. Ну, в общем, не в хитеке и не в каком-то другом, а специализированный магазин для вот таких дорогих красок. В общем, кто красился такой краской, напишите, как вам она. И, ну, то есть, вот у меня полчубика там и осталось. Ну, ужас какой-то. Так, ну и здесь у меня представлен концепт, капус, олен, капус. Значит, давайте с капуса начнём. У капуса есть вот такая зелёная серия. Это, по-моему, у нас, да, с экстрактом женьшини, вот написано, с экстрактом женьшини и рисовыми протеинами. Неплохая серия, но, опять же, по расцветкам, то есть, нужно знать. Вот такая у них зелёно-бирюзовая серия. Это у нас с гиалуроном, в общем, серия. Очень хорошая, мягкая. Вот эта коричневая. Это у нас, я, если честно, уже тоже не помню. А, с кератином, да. С кератином и без аммония. То есть, без аммиака, ну, якобы считается. Хотя, краски, которые без аммиака, это тоже, знаете, такой палка о двух концах. Можно в это верить, можно в это не верить. Но, если по краскам пахнет, значит, там есть заменители аммиака. Разницы в нём нет, в принципе. Тоже неплохая вот эта серия. То есть, в принципе, все серии хорошие, кроме вот этой серы. Значит, такая расцветка у меня есть. 8.23. Сейчас вам покажу. Вот, 8.23, я думаю, видно. Это у нас светло-бежевый перламутровый блонд. Хороший цвет. Особенно на седых волосах, на тонких. Очень красивый, даёт такой бежевый оттенок. Уходящий сначала в розовый, потом остаётся просто бежевый цвет. Очень красиво я красила девочку. Хороший цвет. Так что, имейте в виду, 8.23. 8.23.8 это уровень. Двойка, это у нас, по-моему, перламутровый у них идёт. Тройка, ну, то есть, это беж, жёлтый. Следующий. 9.2. Это у нас, так, очень светло-фиолетовый блонд. Вот, два, я не знаю, два фиолета, что ли. У каждой марки, вот, цвета по-разному. Ну, не знаю. Если честно, вот за этот цвет я не помню. Так, 10.081. Это у нас платиновый блондин, постельный, ледяной. Я тоже, если честно, за него не помню. Ну, может быть, вот этим мне протонироваться. В общем, посмотрю. Следующий. Это у нас прозрачный, три нуля. Это прозрачные такие краски добавляются. Если вы не хотите яркий цвет краски, или, допустим, хотите разбавить краску, то добавляются вот такие транспаранты, которые размягчают краску, и цвет становится более прозрачный. Но при этом хорошо сидит на волосах, но не такой яркий. Так, вот эта краска 901. Я её ни разу не красила, себе покупала на заказ. Ну, как-то, видимо, не срослось. Это у нас ультра-светлый пепельный блонд. 901, по-моему, это спецблонды у них, что ли. Если честно, даже вот не крашу давно кого-то и уже забыла. Так, да, наверное, это спецблонды всё-таки. Так, фокус. 912. Так, фокус у нас сегодня будет, нет? 912. Ультра-светлый бежевый блонд. Ультра-светлый бежевый блонд. Ну, тоже полная упаковка. Видимо, не срослось. И вот этот, 001, это у нас пепельный. Это у нас, по-моему, добавляется в краски для усиления пепельного цвета. Видите, как тюбик потемнел. То есть, краска в тюбик попала, и вот такой цвет там получился. Сама краска не испортилась, я её сейчас открывала. Просто цвет вот такой получился. Ну, в общем. Далее пошли. До этого я красилась краской. Я вам показывала уже вот такой вот концепт. Без аммиака. Профессиональная крем-краска без аммиака. У меня это 10-8. Серебристо-розовый. И он потом отдаёт в беж. Я сейчас не хочу в беж уходить. Наоборот, хочу такой какой-нибудь серебристый, ледяной цвет. А какой получится, не знаю. Так, и ещё две. Вот у меня 11-21. Это специальный блондин фиолетово-пепельный. И 11-22. Специальный блондин просто фиолетовый. У нас спецблонды от Олен. К Олену я отношусь хорошо именно к краскам. Вот такой серии. Но они работают. То есть, я разные цвета брала. Не факт, что работают на блондированных. Потому что я один раз пришла красить девочку. Я взяла вот такие спецблонды. И получился, что он ушёл в затемнение. Причём оно очень сильно. И получился просто такой фиолетовый цвет на уровне шестёрки. Даже семёрка-шестёрка. Вообще неожиданный цвет. Естественно, мы были все в шоке. Но оставили так, как есть. Но, то есть, я не знаю, с чём это связано. Может быть, от партии. Может быть, от серии. Непонятно. Так что вот такие краски, девочки. Напишите мне, какими вы красками использовали. Может быть, кто уже пользовался. Так что пишите мне в комментариях, устроил у вас результат или нет. И напишите, какие профессиональные краски, именно марки, покупаете сейчас в профессиональных магазинах. Потому что я тоже к чему-нибудь присмотрюсь. Потому что много в своё время хотела красок попробовать. Но, видимо, руки не дошли. Дошли только до этих. Так что буду ждать ваших комментариев. Так, ну вот я смыла краску. Волосы у меня уже подсохли. И вот какой цвет получился. Значит, здесь у меня треугольник, чтобы у меня вот сюда тоже западали. Вот. И здесь вот эти я выбрала. Так, а здесь потом буду делать милирование. Потому что за раз всё, конечно же, неудобно делать. Особенно на своей голове. Это всё долго. Но вот такой цвет у меня получился. Держала я где-то, наверное, ну около 40 минут, не больше. Вот. И сейчас я развела, в общем, порылась в интернете. Перечитала, пока у меня краска на голове была. Я перечитала отзывики. И из того, что у меня как бы было. Вот. Я уже выдавил. Это у меня 001 был практически полный тюбик. 001 это пепельный. То есть, это не просто добавляющее какое-то средство в краску. Нет. Это конкретно уже краска. Но я, по-моему, её сняли с производства. Девочка какая-то писала. И добавила немножко 00. 0000 транспарантный, прозрачный. Вот. Сейчас покажу. То есть, в миске выглядит это вот так. Видите? Беленькое. Это прозрачный. И розовое. Это пепельный. Я не знаю, почему он розовый. Может быть, краска немножко подпортилась. Пахнет действительно чем-то сладким. Вот столько в миске. И буду добавлять немножечко. 1,9 кин у меня осталось. И буду добавлять... Ой, так. Всё, у меня стоит на полу. Активатор полторашку эстель. То есть, 1,5 написано. Ну, почти целая миска будет. Мне хватит на всю голову. Потому что я ещё хочу немножко здесь протонировать. Тоже вот эти кончики. Которые были осветлены. Сейчас разведу, намажу. И потом уже минут 10 посижу и к вам вернусь. Чтобы вы посмотрели, какой цвет это приобретает. Потому что девочка писала в отзывике, что она нанесла этот пепельный. И он ушёл. То есть, за темнение. Она испугалась и смыла его. И как бы, ну, и ничего не произошло. То есть, он просто потемнел на волосах. Знаете, как многие краски активируются. На волосах темнеют. И когда ты смываешь этот цвет, у тебя на волосах ничего не остаётся. В общем, посмотрим. Сейчас размешаю, нанесу и вернусь к вам. Так, смотрите. Прошло 20 минут. Видите? Ушло всё на затемнение. Взади я тоже всё промазала. Чтобы тоже пепельный отлив немножко был. Я помню, когда красилась этой краской. Но без добавления прозрачного. Что у меня получился прям такой ядрёный, знаете, пепельный отлив. Вот как на фоне. То есть, прям пепел, пепел был. Как раз несколько лет назад, когда в моде был пепел. Но ничего страшного. Он смывается спустя энное количество помывок. Даже если сейчас сильное идёт затемнение. В принципе, я вот так смотрю. То есть, здесь только на горячем блонде затемнение. Прям такое сильное. А вот если дальше пошебуршить, то там не сильный пепел идёт. Что-то я уже заговариваюсь. Вот, видимо, умнею. Цвет темнеет, и я умнею. Вот. И он подсмоется. И вот где пёрышки, то есть, там переливы становятся. Так как я хотела, я же вам говорила, что я собиралась отращивать как раз цвет. И такой цвет будет нормально. Он подсмоется и будет красиво переливаться с моим натуральным, когда будет отрастать. Ну, в общем, посмотрим. Посижу ещё 10 минут. И пойду смывать. И уже потом вам на более-менее подсушенные волосы покажу, что получилось. Так что просьба не пугаться. И, как мы видим, получился прям серебро-серебро. Да, такое. То есть, у нас был пепел. И получился вот на этих отрусших... Не отрусших, а которые обесвечивались в этот раз. Прям вот пепел. Прям вот чистый-чистый пепел. Вам, может быть, показывается, что оно даёт вот синим. Но нет, на самом деле, я в зеркале вижу прям вот чистый пепел. У меня было видео про пустые баночки, вроде бы, где я с косичками сидела. И там, как раз на косичках, вот такой был оттенок. Касаемо других. Я затонировала все волосы. Сидела 30 минут, чтобы больше цвет взялся. Видите, эти тоже потемнели и убралась рыжина. Здесь получился такой красивый, холодный. Даже не знаю, какой цвет. Вот на зеркале он такой холодный. Видите, металлический оттенок. Он немножко отличается, потому что это на горячий блонд было крашено. Потому что здесь пористые волосы. И девочка писала, что это смоется постепенно. Будет, естественно, смываться с этой части головы, потому что здесь более пористые волосы. Ну, посмотрим. Вот так цвет получился. То есть сейчас подсохнут волосы. Будут, конечно же, они немножечко посветлее. И мне нравится вот так вот. Так кажется, такой необычный цвет, металлический. Но серых волос у меня прям вот таких были. Я ходила с ними недели три. И, по-моему, я потом немножко рассветлила волосы. Но посмотрим, как будет смываться. Потому что я всё равно хотела затонироваться. А это совет тем, кто не знает, как сработает краска. Потому что я ещё раз говорю, что на всех волосах краска срабатывает по-разному. Если у вас тонкие пористые волосы, и вы не знаете, как работает краска, никогда не берите, где есть один. Потому что это пепел, он всегда уходит в затемнение. То есть, допустим, вот он ушёл в затемнение. И если это учесть, то я ещё разбавляла прозрачной краской. И вот такой цвет получился на затемнении. Вот. Но я надеюсь, он подсмоется. И будет такой металлический оттенок. Здесь хорошо затонировалось. Так что, девочки, если вы не знаете, как работает краска, не берите какие-то тёмные оттенки. Берите более такие спокойные, где есть восьмёрка. То есть, где единичка, не берите. Это как бы серый, да, краска сама серая. А если у вас прям какая-то бытовая краска, и написано «Дин», в зелень просто элементарно уйти, и будете ходить зелёный. И зачем нам это нужно? Кстати, хотела вам ещё показать. Вот такой купила гель в Ашане. Это у нас корейский гель. Я купила с коллагеном 99%. Сейчас на него просто бешеные скидки. По-моему, по 200 рублей. Есть с коллагеном, с гиалуроном, с улиткой. По-моему, 4 их разновидности. Зелёный, голубой, вот такой розовый. И, по-моему, какой-то оранжевый. То есть, с фруктами какими-то. Я взяла с коллагеном. Классный, хороший гель. Здесь написано, что можно использовать как основу под макияж. Я, в принципе, сейчас так и использую. И не липнет кожа. Я не люблю вот эту липкость на коже, когда после каких-то гелей. Так что, кто пользуется такими гелями, сейчас в Ашане на них большие скидки. Обратите внимание, очень хороший продукт. И ещё хотела вам показать тоже. Я давно вам уже хвалила этот спрей. И всё никак не добиралась до магазина. Вот такой спрей для волос. Я буду делать отдельное видео про находки для волос. Очень много хороших средств, которые я протестировала. Реально работающих. Причём в бюджетном сегменте. Но спрей как бы сейчас после солнца, который анимирует волосы. Хочу вам порекомендовать. У меня это спрей с кератином, аргинином и коллагеном. Лёгкое расчёсывание для тусклых и ломких волос. Вот так выглядит. И это у нас Доктор Санте. Природа инновации. Спреи такие, видите, они небольшого размера. Очень бюджетная цена. До 200 рублей хватает. Немножко просто распылить на волосы. Здесь такая защёлка. То есть вы открываете, закрываете. Очень удобный спрей. И моментально просто у вас лёгкое расчёсывание. Волосы гладкие. Волосы, знаете, такие струящиеся. И очень хорошо расчёсываются. Очень хорошо укладываются. И потом, если вы масло нанесёте, вообще просто супер. Волосы гладкие, как шёлк. И что самое удивительное, знаете, они не утяжеляют. Спрей это не утяжеляет. Потому что многие спреи утяжеляют. Вот. Вот такой вложек получился. Обокрашивание, видите. Из того, что было. Я его слепила из того, что было. Вот. Походим с серыми волосиками в этом сезоне. Ничего страшного. Кстати, в следующем влоге постараюсь сделать стрижку. Потому что волосы уже отросли. Абсолютно нет никакой формы. Вот. Если раньше был каскад. То сейчас вот. Просто уже никакой формы. И чёлка отросла. Я пока не знаю, как подстричь чёлку. Либо вот так наискость. Либо вот так. Пока думаю, в общем. Так что, кто хочет подстричься, к следующему влогу готовьте что-нибудь режущее. Будем стричься. Не знаю только как. Так что, вот такой вложек, девочки, получился. Спасибо, что были в этом видео со мной. Всем хорошего настроения. Всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. А главное, будьте здоровы. Всем пока.